всем привет от Лены и Оксаны из Алабамы и так дорогие подписчики и зрители канала мы поздравляем вас с новым годом желаем вам всего самого прекрасного и сегодня мы с Леной подарим друг другу подарочки и вообще поговорим о жизни а что у нас за кадром а за кадром у нас ужин ужин я приготовила щи из кислой капусты с говяжьими ребрами и говяжьим хвостом Лена принесла посмотрите она оливье сделала вот Леночка картошка с селедкой вот ну и мои фирменные бутеры всегда с которым у вас в доме 5 человек 4 мужика нормально да ну все приступаем и так Леночка обещала нам рассказать про свой развод с мужем американцем ну для начала напомни подписчикам сколько вы лет были женаты мы были женаты с 13 года то есть 7 лет вместе до этого еще 4 года были вместе то есть 4 с половиной ну почти 12 лет мы с ним были вместе и какая у вас была разница возрасте 16 лет 16 лет и он тоже был военным но и сейчас военный да нет он был военным он служил военно-морском флоте еще до того как мы с ним встретились потом он просто работал на военной базе то есть он сейчас работает на военных ну как гражданский как ну он работает и работал когда мы познакомились по нами сети и когда я уехала меня перевели сначала там в миссисепи потом в вашингтон потом обратно сюда он так оставался в парамисе потому что больше как бы никуда вот это единственное место где он может работать потом скажем так специальности которые он делает да его работа именно вот и я уже говорил про видео про это и как бы вы все писали то есть я с вами конечно согласна в том что это не брак мы родители тоже так думают но это не брак был нормальный да то есть слишком много ценили свои собственные карьеры поэтому как бы даже когда меня перевели ставмобил то есть я уже была всего три часа езды постоянно друг другу мотались так далее но все равно ушло остались семьей остались друзьями мы с ним решили развестись когда он меня спросил чтобы я ушла с береговой охраны чтобы я взяла эти бенефиты пошла в колледж была дома в парамисе тиму сказал нет не пойду потому что у меня уже восемь почти с половиной лет за плечами тому времени когда меня переведут из мобила в другое место мне же будет 10 лет уже отслужено половина уже получается до 20 до военной пенсии до стабильности до бесплатной медицины до конца жизни вот поэтому получается вместо если так по черно-белому говорить муж карьера я выбрала карьеру но он как бы не обижается мы с ним хорошо очень до сих пор общаемся то есть очень как как были семье так и остались просто на другом уровне теперь я влюблю как бы как вот именно члена своей семье он самый близкий человек в этой стране ему доверяю на 1000 процентов то есть если что-то случится ты может у тебя ты ему позвонишь он он все бросит прибежит конечно то же самое со мной да я как бы он мне рассказывает там у него сейчас папа в больнице лежит его это его отец и я я когда узнала хотела приехать из-за короны не пускают как бы никого то есть даже его не пускают кольцу легко было развестись финанс сколько это стоит расскажи вот сейчас за развод заплатить или там долго ждать вам пришлось было очень легко потому что нету детей группы да нет общей собственности ну как мы мое имя было на его доме и его имя было на моем доме потому что это законы алабамы законы флориды да и так далее я вам до сих пор по моему его его осталось на моем доме как второстепенно но если как бы оба человека они не хотят друг у друга ничего не пытаются судиться уже поджать да да так далее то есть я заполнила бумажки он подписал я не заску стоил он заплатил 600 полу что лишь такое и через буквально меньше чем месяц пришел по почте пришла сначала email что ваш ваша птица была одобрена потом через четыре пять дней пришла уже на бумажку но больше то есть очень понятно если нет то есть вами приходилось идти в суд нет совершенно то есть вдвоем а понятно бумажки сейчас это упразднено ну как бы мне кажется в суд если были какие-то проблемы знаешь может быть у нас только то легко никто не хотел друг другу пакостей сделать ничего такого знаешь поэтому очень но расскажи сейчас ты с кем-то встречаешься что ты хочешь подписчикам рассказать я появился молодой человек да я развелась в июне начале июня из-за короны как бы я уже была готова честно говоря должен начать там выходить на эту сцену да как бы свидание и так далее морально была готова как потому что тоже таки такой брат как бы вести война да держался более на взаимном уважении и хотение когда то чтобы это все работало да но когда мы образ согласились скажем так с тем что не работает романтически работает просто как остаться друзьями семьей до друг другу помогать если что надо тогда мне не нужно было там знаешь как здесь в америке а приходить себя там ходить психотерапевту да да такое все или допустим есть такая фишка американцев у них держит такая пословица знаешь лучший способ от кого-то чтобы отцепиться это нового найти да ну да ну да ну да не так как звучит так можете я полусь лучше привести дабас в эти яховы самбор и истюги англеса у нас понимает думаю перевезешь но типа то самый лучший способ это для чай новых отношений одновременно с этим это читается называется видом обычно после того пути от большой разрыв идет отношений там серьезных первые чего которые ты встречаешься это человек он долго в твоей жизни не будет не потому что там она не получит она не получится понимаешь как бы нужно тут из своей системы вывести вот это вот старое отношение старая да и потом ты начнешь нормально то есть у меня так и получилось друзья пошла потому что за корона не могу физически там пойти никуда чтобы с кем-то познакомиться я пошла найти онлайн да эти все приложения там называется тендер кто знает и обычно это ужасное место ужасное в котором девочки я знаю что тендер наверное есть в россии в украине то есть сами знаете там обычно ищут людей чтобы просто провести там ночь вместе с ними и так далее и все там никаких отношений ничего такого но мне вот повезло потому что из-за этой пандемии да то есть нормальные люди нормальные мужчины которые обычно были от этих приложений держались как от огня подальше у них сейчас выбора нет также у меня не было то есть они тоже полезли онлайн понятно вот и вот я свой риба он скажем так встретила до хороший мужчина нормальный 41 год ему был и он мы были вместе месяцей прям перед ураганом перед салей я его бросила не потому что он плохое мне просто я понимала что а как ты когда мир человека видишь первый раз вот ты пришла на свидание как ты определяешь вот твой не твой вот какие вещи на верте отталкивают мне интересно ну во первых когда я вижу человек когда вот с кем-то начинаешь общаться онлайн самое лучшее что делать нужно это сейчас же видео можно спокойно там но по видео поговорить сначала да то есть я обычно эти переписки эти смс-ки неделями да это бесит потому что если можно за пять минут разговора по телефону узнать то что где-то несколько дней будешь узнавать просто переписывать смс-ками то есть я сразу у них спрашивала давай по телефону поговорим да то есть и мы с ним очень хорошо как бы характерно сошлись то есть мне понравился вот я хочу знать если есть разговор если он идет если есть чем поговорить для того как я тебя вижу в живот да вот и поэтому а потом когда встречаешься за лицом к лицу в первую очередь самое главное никогда не идите там ресторан на ужин и никогда в жизни там не позволяйте чтобы за вами заехали первое второе среднее свидание должно быть в публичном месте сама приезжаешь сама уезжаешь да чтобы он не знал где ты живешь чтобы не знаю ты живешь потому что никогда не знаешь вот то есть обычно у меня было первое свидание это было просто кофе а ты еще расскажи подписчикам как ты мне присылала куда ты идешь и с кем ты идешь ну-ка расскажи отчитывалась как мамашки свои давай именно за тех же там соображение безопасности то есть я оксане присылал фотографию потенциального кандидата имя телефон и куда я иду и потом я присылала смс что я дома если я не вернусь то она будет знать как бы так далее и поскольку у лены началась новая жизнь она меньше ко мне приходила несколько раз отменяла наши встречи извините я знаю что нельзя знаешь как бы подруг вместо свидания и подруги подруги первые я я реально забегалась на эти свидания было интересно конечно но можно встретить в америке вот некоторые девушки вот встречаются на сайтах можно ли встретить хорошего мужчину можно если если не ставить высокие планки или что ну во первых планки у меня все высокие потому что не нужен неудачник который там я хочу просто адекватного человека до который не зависит там от не знаю от кого-то другого до чтобы свою жизнь мне 34 года то есть я вот когда начала не писали мальчики знаешь это он пытались мной разговаривать на этих приложениях которым 25 27 7 лет для меня это было столько дико то есть тебе мужчина который моложе тебя те не интересует абсолютно нет вот и насчет того когда говоришь что как я знала хороший человек или нет да когда лицом к лицу встречаешься во первых на что я смотрю как он одет так же он смотрит на только один понятное дело по одежке там встречает первое первое впечатление да первое впечатление и так далее но я еще смотрел к другим другими обращаться там с людьми которые ему приносят кофе с людьми которые там которым он платит просто если ты групп к официантам там там или и людям которых которых здесь у них нет выбора чем быть к тебе nice потому что это их работа а ты не любишь хамло невоспитанные и снов снобов которые все что-то корчат да абсолютно не люблю тем более как бы как человек опять же таки относится к тем которых нет выбора кроме того как быть к нему гостеприимными да обслуживаете заложивать его именно слово обслуживать да есть я это очень много говорит об этом человек для меня пока не как я опять же говорю была официантка ты кстати мне рассказывал очень интересную историю давай подписчиками поди поделимся когда ты стояла в магазине ты была в какой-то форме официантки или в какой-то ты форме стояла рабочей одежде тебя начали русские обсуждать они думали что они не думали что-то русское расскажи эту историю это было много лет назад конечно давай второй год в америке я к тому времени спасибо папе научил мне водить у него была своя машина уже и как бы английский был намного лучше там чем у стену те кто приезжал право сиди на тот момент и вот я я стою в супермаркете в очереди чтобы заплатить за свои покупки я только с работы то есть на мне там в те кто работает или когда-то работал в ресторане вы знаете там черные штаны да такие уродливые туфли которые чтобы не подскальзывающие да 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 там хвост очень мало косметики там как это там по это непонятно вот и две девочки стоят передо мной во первых во первых они все расфуфыренные там огромных каблуках коротких юбочках у нас девочки привыкли там свет выходить это не вышла в свет и вышла в супермаркет где американцы выходят чуть ли не в трусах понимаешь пижамах пижам все абсолютно наплевать это хорошо что те есть свои стандартные да я понимаю когда я хочу когда мне нужно я тоже там могу расфуфырится я тоже выгляжу абсолютно не хуже там чем очень многие другие но когда нужно за место и время понимаешь а время было уже почти не знаю что ли почти 11 вечера во вторник то есть или четверг и помню что то не были выходные то есть они там не шли в клуб или с клуба знаешь ну вот я стою позади них и не то одна из них обернулась меня увидела и понеслось я на телефоне стою и они такие ой блин эти американки как она вообще может лицо свое показать вот так вот как он смотри на него волосы социальные жирные как он непонятно какие-то пятна на одежде как она будет так одет извините за выражение да я стою это все слушаю ой девочка я уже думала все такая крутая я уже три года была в америке очень запомнил это слово три я такая думаю блин девочка думаю окей только приехала видно что только приехала и я стою и они продолжают продолжают прожать той же теме не звонит телефон моя подруга вера я ради прикола отвечаю сначала по-английски она начинает читать я не помню помню про мы строили там планы выходные не важно но я прихожу на русский когда перехожу на русский я еще так немножко отвернулась от них я слышу тишина гробовая и мертвые стоят с косами тишина я поворачиваюсь не захочу разговаривать смотрю на них и нет кремня с помесью как бы шока и вот такого когда не более что русская тут точно еще больше знаешь как она вот так вот вышла в люди в таком виде да как бы и я беру девочки здрасте игру давно здесь они говорят да давно три месяца да вы что три месяца в класс кита они еще как бы получается очень многие студенты как делали они вот тут возьмут такси или в право сети маленький туристический городок там один единственный автобус вот и все то есть они либо ждали этого автобуса чтобы свои покупки обратно к себе домой приволочить и он пешочком эти каблуках по травке знаешь и эта девочка была еще и совсем как бы взрослая как сейчас знаешь там мудрая и так далее то есть меня не взбесили поэтому сейчас бы я по-другому сделала ну тогда не взбесили мне было там 22 года и я говорю ну понятно далеко живете не объясняют где игру далеко вот бежать в пешочком и тени такие типа ну мы на автобусе да сколько того стоит они такие там сказали сколько уже не помню и груда неплохо нормально они как ты сколько здесь уже не очень не очень давно три года они такие опешили сначала там одна из них как раскрывал ну короче и ты здесь три года ты не знаешь сколько автобус стоит или нет я и на машине и так смешно потому что я на автобусе никогда не ездила только если там туристическая какая-то поездка как мы с тобой ездили помнишь в новой орлеане мы на автобусе туристическом обязательно дам ссылку на этот ролик как мы с леной ездили отдохнуть как говорится я то есть как бы сейчас бы я просто то что они много купили я понимала что им либо на этот автобус на этой стройке знаешь этих каблуках с этими пакетами либо такси брать дорого ну сейчас бы я их подвезла ну или покрайней предложила тогда про себя была уставшая после работы пошли вы нахер думаю надеюсь научитесь людей так не судить знаешь поэтому я я очень трепетно и с пониманием отношусь коэффициантом всегда оставляя как минимум 20 процентов чаевых даже если сервис не очень был хорошим потому что не знаешь как у них день просто был плохой день у меня были плохие дни то есть как бы да то есть и я смотрю кстати к сколько мой мои кавалеры оставляют на чай тоже не обязательно как бы я по я не очень многие люди расскажут вот она смотрит там если не будет позволить себе чего и в америке здесь по другому то есть чего это предусмотрено это нужно делать правильно если ты чего и не оставляешь официантки у них зарплата 3 доллара в час даже некоторых местах два месяца то есть как бы им реально это это не их вина что нужно им давать чаевые это вина системы но им же жить как надо правильно то есть обычно налоги и не всегда весь весь чек правильно эти два с половиной там и три с половиной они живут именно на этих чаевых если она там крутилась верталась бегала и ты оставляешь ей там со 100 баксов оставляешь 7 долларов вместо 20 как 20 20 процентов я это замечу для меня это то же самое что им грубить понимаешь если ты решил пойти куда-то покушать то должен себе в бюджет оставлять чаевые нет такого что ты пошел там набрал себе наказана заказывал еды а потом у тебя нет денег на чаевые тебе просто жалко а такое бывало вот вот когда ты идешь с парнем в ресторан кто платит выпополам ты делаешь на первое свидание ли ты не сказал ты на по телефону до того как мы встретимся что типа это его да он платит я никогда не спрашиваю я всегда предлагаю заплатить себя всегда если не отказываться спасибо большое в следующий раз когда я закончу за собой обычно следующего раза очень мало было что два три раза одних и тех же вот видела мальчик которым было месяц он полностью отказывался мне чтобы я за него что я платила за что-либо вообще совершенно потом тот которым я сейчас такая же такая же фигня просто не дает мне ничего но он такой я не буду много рассказывать через кого рано но мне очень нравится мне нравится его характер очень воспитанный очень умный работает делать то что может на серёга делает то есть руками работают ремонты но делать то же самое на себя ну то есть но на и стручок там за мостом как у нас было стон да и кстати говоря сейчас он у меня дома а ты у меня в гостях а он у тебя дома у меня дома потому что он не останавливает камеры дома и этот то есть а ты ему значит дала ему задание а сама поехала в гости я ему объяснила что будем сегодня рыбу есть у него пошла конкретно фишка я уже два раза вводила в русский магазин пенсаколи да один из пенсаколи 2 и он вообще блин там фильме не вообще любовь вареники то же самое просто вареники я первый раз попробовал потом неделями про не говорила громаду поедем когда пенсаколи не сказал что не с русским магазин так надо будет поехать я вообще не собиралась его с собой тащить как бы если по телефон поговорила я была с ним вместе в траке мы возвращались этого ган шоу выходили на оружейное шоу да на оружейное шоу я хотела себе купить второй пистолет он ничего не увидел что мне понравилось но он еще при этом пистолет у него дофига помнишь я тебе говорила в прошлом видео еще говорила что не могу пули найти да 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 но нашли пули продавались на этом ган шоу вообще сейчас эти пули для моего пистолетов насколько не стоят 1 пуля 1 доллар да я просто хотела показать как ваня пытается тихо под подкрасться чтобы никому не мешать не попасть кадр но это ладно крабиком крабиком да не ну до коншоу они сейчас продаются но они доллар за пулю обалдеть это очень дорого до того как мы с ним пошли когда нужно что мне пистолет пустой правильно каким-то макаром не за как-то он не нашел на полный магазин он принес зарядил и говорит типа ты себе свой маленький оставляя в машине принес мне другой чтобы я подарил пистолет до прикольно но он не как подарил он пытается мне подарить я отказываюсь игры я сейчас пока его пользуюсь этим надо будет но я тебе его куплю но дарить мне не надо хочу сама это у меня заборочки сама все сама как кинг-хонг тебя спрашивали вот последним в одном из роликов по там был вопрос по поводу твоих родителей как они отнеслись что-то как у них сейчас жизни там в севастополе мама части поступали сейчас или где они как все нормально чувствуют да у них слава богу здоровье все хорошее обе их семей да они разведены папа с мамой разведены и в общем они каждый каждый со своими да общаешься они ролики смотрят наверное да своим участием смотрят если я пришлю ссылку вот я позываю и папа там иногда скажу ну чё там оксана давно была там я говорю ой блин да я тебя пришлю я забыла извинила но получается они до сих пор из-за короны то есть папа собирался со всей семьей переезжать в канаду с моими сестрами с моим мальчиком и с ним еще летом они пытались а потом это пошел локдаун этот закрытие все то есть он еще ждет когда может приехать понятно ну хорошо они не были удивлены насчет развода понятно спасибо большое за твою откровенную историю я надеюсь подписчикам понравилось если у кого-то будут какие-то вопросы напишите под роликом вот и еще раз тем кто говорит лена когда ты откроешь свой канал чё лена ответит поняли будет будете сидеть на моем канале ждать когда появится лена еще расскажу я у нее до 20 до 21 года потом посмотрим чё и как если меня здесь ставят если в другое место переведут ну по крайней мере 21 года гарантирует ты мне будешь кормить эти будут сниматься у нас такие ну сначала были такие отношения потом они в дружбу переносли но этот аспект насчет кормежка эквивалент снимали съемки объемки они так и остались ну чё я могу сказать вкусно готовишь тем более знаешь как я не знаю вкус код оливье максимум буду сделать пельмени вареники все если она собой забирает банку щей с собой берет домой как это красная шапочка пришла в гости бабушки и обратно с ним еще поделюсь хочу чтобы я почему попросила с собой взять хочу чтобы он щит а ему понравится ищи да и чем еще беляши мы вам передаем до будку ну прекрасненько ну ладно поздравляем еще раз всех с новым годом с американским рождеством кто кто здесь живет я оксана не увижу на празднике я буду в другом штате со своей подругой если будут какие-то интересные смешные истории ты запомни их обязательно ну во первых я тебе расскажу как я буду 14 часов в одной машине с двухлетним мальчиком это будет интересно мне кажется сейчас это сейчас это легко сейчас есть эти планшеты в них всякие мультики так что это все не так это сложно и страшно как раньше могло быть вот но был прикол потому что мы едем это одна одна из моих лучших подруг мы с ним вместе начинали служить восемь лет назад да то есть и так общаемся на вот и мы едем домой к ее маме на рождество на новый год забыла тебе сказать мой он поедет на новый год ко мне вместе с 6 часов в один конец а кто за своими собаками будет смотреть у тебя же две собаки ты будет там выгуливать кормить девочка живет я ставлю деньги а у же самого что было а я думал тебя нет пусть у тебя есть квартиранка одна да я оставляю деньги ставлю еду собакам она уже себя показала когда мы с ними на выходной лежали нормально и оставляю 200 баксов за получается немножко меньше 20 долларов в день ей плачу чтобы просто их накормить и дверь открыть и выпустить на двор вот то есть насчет того что там планшета с ребенком и так далее да и даже мама моей подруги которая не знает она говорит елена сказала что она с тобой вернется она с тобой будет в машине четыре часов своим сыном и с тобой ты верно что у нас в курсе что там очень будет ребёнок машины наш прикалывается ой нет просто дети есть разные и сильно когда планшет он будет ребенок может спать дороги ну посмотрим я расскажу как я да я либо получу отравление к никотином потому что курить не могу больше либо буду очень много пить когда приеду вместе после такой поезд мне кажется это 14 часов не так страшно я преувеличиваю конечно будет интересно потому что я очень очень давно не было около маленьких детей понимаешь очень давно посмотрим хорошо будем стать его возвращение ну давай я давай подарок свой я специально любит фиолетовый цвет цвет у меня слушай я всегда хотела продать маски которые отлепляются пилов вообще же не пользуешься никакой косметикой там кремами надо уже надо 34 года надо начинать главное смотри какую я тут она фиолетовая сама по себе кто на канале недавно на светло-фиолетовый цвет посмотрите у лена у нас есть ролик я дам ссылку на канале главный комментарий лена как делает себе делали татуировку до памятник за топливом кораблям до 100 меня классно я тебе дам узнать как это нет и ты намазишь ее потому что толстую на инстаграма твой подписан кстати можно дать для подписчиков твой инстаграм вот ты намажешься сфотографируйся и выставил инстаграм чтобы смешно было просто также не интересно надо чтобы в жизни что-то смешное происходило да 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 лена красиво красиво мне нравится она как хрустальная такая тяжелая не хочу врага можно по голове стукнуть я думал ты не знаешь между пепельницей как самозащита перстня на дело какие-то показал только что помнишь на я лене перстень свой отдала все да потому что это книга фантастический триллер твое тело мальтер манова английском так что будет время почитаю почитаешь покажи подписчикам не нравится мне эта обложка в 300 долларов обошлась да да и редактура 2 то есть это все не просто так это все не просто это мыло юля юля которая делает да это я всем всегда мыло дарю я не скупаю замечательный подарок мы пользуемся постоянно и собачки и бокальчик собачками я хочу всех собак да у меня чувство что я хочу всех кошек ты хочешь полюбить всех собак я сегодня к дому подошла ко мне подошел котенок который живет в соседнем доме дал себя на руки взять полоскать то есть мы как говорится всех полюбим залюбим за ласка но то же самое спасибо большое пожалуйста большое моя очередь и так лена дошла до конец то до нас конец декабря с вами подарки на день рождения так так смотришь смотрим киски да что что это чё такое это как типа как шутка подарок но одновременно и я как бы я не удивлюсь это ты сделаешь это как вязать с помощью кошачьей шерсти потому что 5 котов дофига шерсти начинать делать одноперсники там и так далее и так далее значит мы с вами мы с ванечкой почитаем это ну я про что вот я это увидела просто поняла думал господи и почему я именно это выбрала вот этот все у вас у тебя это драма последний там несколько месяцев да там на тебя там наезжают для тех кто не говорит по-английски что это значит это нужно большое сердце чтобы помогать развиваться маленьким умом для такого большого сердца есть мне кажется спасибо это я купила лосьон потому что мне очень понравилось название крем крем find your happy place найди свое счастливое место я вообще на ночь всегда я не ложу спать если я крем не намажу руки там еще написано lazy weekend ленивые выходные а ленивые выходные у тебя их никогда не бывает думают кремом помажешь такое ощущение что у тебя не есть бывает да я знаю я просто даже когда я тебе скажу что я никуда не поеду ничего не буду делать завтра я я проснусь и чему-нибудь начну делать крем всегда хорошо а еще а я же лена и сереге делал массаж и на ноги на спину я считаю что я идеально жена я еще ему ногти стригу сегодня ходила делать маникюр кстати вот зацените мой рождественский маникюр я там была одна вот у нас коронавирус открыты салоны но там не было людей и тот кто вот салон это держит он говорит бизнес плохо идет 1700 месяца дай а бизнеса мало вот там банька у меня на заднем вот и пришел мужик пожилой ему говорят вам педикюр или просто ногти подстричь и тут я мужик салон ходит а я своему сама стригу у меня было знаешь это как вот это это раньше думал так другие мечета в голову не приходило что люди ходят в салон так это в наши неспокойные времена хэнд санитатер но не очень понравилось а бич слэп дос джернс типа как на давай по морде этим микромом микробом только ты про прослед говорила дарил на набор а лена мне дарила в том году браслет риэлтора я его ношу ключик и домик все то есть это как как символ обязательно вот у меня корона которую мне юли подарила я не нас не по дому хожу ну правильно королева дома вот особенно что денешь корону какую быть маску идешь начинающим так быстро убрали свою комнате я очередь посуду мы ты заходи в комнату с таким подданные мои приказ а вот это лена а подожди подожди я туда не открыла но там она я в этом году клювелку не ставлю потому что не будет в городе да я это увидела примерно в месяц но месяцев 6 назад мне понравилось я себе хотел оставлять но вам лучше на у вас елочка такая красивая у нас прелесть я люблю елочные игрушки лена это знает что я необычные покупаю и дашки дашь помода дарила спасибо как приятно так что вот чудесно чудесная по-моему я тебе дарила такую коробочку передариваем коробочки и кажется это твой подарок был я просто нам не стоит на и стоит на полку очень удобно я сегодня да вот видишь очень давно неудобно что-то положить так а смотри вот это прикольно на крис на следы на серёге мистера миссис киски она на тебя похоже вот с таким головным что-то убором с бусиками мне так понравилось ну и серёгу в смоке вообще да ну и там я видел просто мелкая ты европейский шоколад сергей шоколад прям обожаете дети да так что это прекрасный крисмас подарок когда сладкое дарит вот видите как хорошо когда придут в гости что-нибудь принесут проведете вместе время так заряжаю вас на подарок новом году и по жизни вообще так смотри как я на люстру повесила дождь красный а потом нас и на ковер осыпался и сергей говорит не было печали купила баба порося вот о чем елку мы нарядили ванечка и сергей мне помогали нам от подписчиков пришли две посылки кое-что я детям завернула смотри у меня как есть это это ручной работы елочная игрушка тут крабик а это узбекская куколка я живу узбекистана всякие маски у меня есть это была матрешка с конфетками мне прислали это домовенок в кузе это с русского фестиваля только ты знаешь я не помню мне или подарили или я сама купила там написано на удачу по-моему на удачу на старославянском шильте а вот эту киевики эти кисок мы это с первым мужем покупали представляешь им уже 22 года 1 крисмас вот какие смотри какая у меня ел ее это украшение капкейк да в этом и так что сейчас мы куда никуда лучше повесить давай посмотрим у меня вот и аллигатор есть у меня большая коллекция интересных игрушек это как символ это сергей мастер золотые руки сэнд в доллар это тоже ручную работа это в пенсаколе еще когда мы сергеем первый к наш крисмас а это вот художник этой 50-х годов игрушки те помочь да то я получается одной рукой мне не получается не знаю сколько лет назад весила игрушки на елку это до маленькой и какие воспоминания у тебя ну как у всех новый год елка вот это все дабл ап наверное она тяжелая просто ну я надо подальше ее подальше просто запихивать дальше не пихает вот почему получилось ну да видишь у меня тут киска есть пикиска рыбка мои прикольно видишь у кота рыб кота рыб кота рыб на эти перышки перышки цвет это голубок вкусный красивый хвостом да это смотри это тоже винтажная на какой-то распродаже взяла видишь там мышка как будто бы она в печку что-то засовывает вот это я в колс покупала видишь вот такой вот симпатичный мне маска нравится бомбардик рада да маска ну так что вот да и серега и ваня мне все помогали да мы все так сказать одной команды и а и и и и и и и и Продолжение следует...